Много лет свалка у Красного Яра отравляла жизнь ульяновцев. Грязь, плохой запах, а что самое главное, постоянное возгорание мусора из-за неправильного оттока газа. От загрязнений страдали более 350 тысяч жителей Ульяновской области. О рекультивации объекта говорили не один год. В июне работы по улучшению окружающей среды стартовали. За три с половиной месяца подрядчики сделали новое тело полигона площадью 58 тысяч квадратных метров. Сейчас идут работы по созданию экрана защитного слоя, который должен наладить отток газа. Выкладываются петонитовые маты в качестве экрана для защиты от газа, который неравномерно выходит из тела полигона. Для этого будут предусмотрены трубы пассивной дегазации, скважины, через которые нормированно будет покупать газ. Всего на объекте работает 11 единиц техники и более 20 машин доставки материалов, которые ежедневно привозят около 2000 кубов земли для восстановления почвы. Предусмотрено и внешнее оформление. Заключительным этапом рекультивации станет укладка биомата с семенами многолетних трав. Чтобы ранее неприятная на вид свалка смотрелась естественно на фоне окружающей природы. И ничто больше не напоминало местным жителям о том, что здесь раньше был мусорный полигон. Как отмечают в Минприроды, все работы идут по плану в соответствии с графиком. Срок окончания – ноябрь 2023 года. Подобные залежи мусора не единственные в регионе. Рекультивацию планируют проводить и в других районах Ульяновска и области. Разработана проектно-сметная документация на такие объекты накопленного экологического вреда, как отработанное мазутохранилище на нижней террасе, шесть свалок, которые на сегодняшний день находятся на территории Ульяновский область – это Барышский район, Сенгелеевский район, город Ульяновск. Рекультивация проводится по НАСПроекту «Экология», который реализуется в России с 2019 года.